Как исполнил бюджет Чувашии прошлого года и насколько республика готова к посевной, обсудила сегодня правительство региона. Подробнее в репортаже Ольги Пырочкиной. 37 миллиардов 122 миллиона. Таков республиканский бюджет за 2015 год по доходам. Это на 240 миллионов рублей больше, чем в 2014. По расходам казна составила 40 миллиардов 8 миллионов рублей. Как и в прошлые годы бюджет называют социально ориентированным. Наибольший удельный вес структуры расходов занимает расходы на образование 28%, соцполитику 20,5%, здравоохранение 17,2%. По сравнению с прошлым годом улучшилось положение и в сельском хозяйстве. В республике вырастили больше овощей, хмеля, произвели больше молока и мяса. На фоне многих других отраслей, в непростых экономических условиях, сельское хозяйство вообще демонстрирует устойчивый рост. Однако есть застарелые проблемы, от которых не избавиться до новой посевной. В Чувашской республике, как и в целом, по сравнению остро ощущается дефицит кадров в сельской местности. И также одна из основных проблем – это кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей организации игропромышленного комплекса. Здесь основной проблемой при обеспечении заемными средствами сельскохозяйственных организаций, организацией АПК, является их перекредитованность, которая не позволяет привлечь новые кредиты. Эти проблемы знакомы аграриям большинства российских регионов. Говорили о них и на совещании с полпредом президента страны в ПФО Михаилом Бабичем в Чебоксарах около месяца назад. Так что меры предстоит принять на федеральном уровне. Так или иначе, сейчас чувашские сельхозпроизводители с именами, обеспеченные по погодным условиям, смогут начать сев в первую неделю мая. Еще один вопрос в повестке – перевод земель сельхозназначения в другие категории. В данное время по поручению Владимира Путина правительство готовит закон, согласно которому неиспользуемые земли сельхозназначения следует отбирать у нерадивых владельцев и передавать тем, кто будет их возделывать. Однако ситуация не всегда однозначна. Некоторые объекты, которые по тем или иным причинам оказались на земле, предназначены для сельского хозяйства, необходимы населению. К примеру, заправка в Батревском районе находится рядом с теми населенными пунктами, где не так много людей живет. Они обслуживают сельхозтехнику, близлежащие населенные пункты, деревни. И если бы закрыли эту заправку, то жителям пришлось бы ездить на расстояние около 20 километров. То есть это тот объект, который существовал еще в советское время. Однако после перевода земель сельхозназначения предпринимателям не удалось раньше узаконить этот объект. Для разрешения таких ситуаций до 1 июня нынешнего года в Чувашии ввели льготный период, когда предприниматели могут перевести свои земли в подходящую категорию. На заседании рассмотрели четыре таких участка в Ядренском, Батревском и Цивильском районах. Глава Чувашии отметил, каждый случай следует внимательно изучить. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика.